МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Утроба в аренду. Сколько стоят услуги суррогатной матери? Стоимость сопоставимую со стоимостью европейского автомобиля среднего класса. Чьи гены унаследуют дети Филиппа Киркорова? Марсин похож на Филипп, копия, а девочка, говорят, похож на меня. И почему эксперты против суррогатного материнства? Чувство, которое ни с чем не сравнить. Чувство, что ты продала своего ребенка. Экстрасенсы на службе у закона. А я слышал, что иногда помогают. Идеальные сыщики или обыкновенные мошенники? Некорректно ободрали людей на деньги, да и все. Все, что вы хотели знать об ангелах. Это вот есть, это было бы, я это видела. Почему о них молчат космонавты? Я думаю, что это были какие-то оптические иллюзорные обманы. И как их сфотографировать? Увидел все это, когда было уже отпечатано фотоснимом. Новость о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями, для россиян затмила все мировые события. Суррогатное материнство пришло в Россию в 1995 году. За эти годы им уже воспользовались сотни наших соотечественников. Но так ли все просто с этой модной технологией? Почему во многих странах суррогатное материнство запрещено и даже уголовно наказуемо? Счастливая мать, счастливый отец. А вот еще счастливые родители. Медицинские технологии и круглая сумма наличными – это слагаемые. Результатом становится ребенок. Суррогатное материнство – обычная практика, особенно модная у звезд кино и эстрады. Роберт Де Ниро обращался к услугам суррогатных матерей трижды. Майкл Джексон и Сара Джессика Паркер. Рикки Мартин и Элтон Джон. Алена Апина и Валерий Леонтьев. Их дети были выношены и рождены в соответствии с условиями контракта. Я очень хорошо отношусь к этому. И очень хорошо, что обыкновенно некоторые артисти бывают одинокие, вот решают эту проблему сами, суррогатство, и ничего против не имею. Бедрос Киркоров благодаря суррогатному материнству впервые в жизни стал дедушкой. Одиночество сына Филиппа давно беспокоило его, да и внуков хотелось понянчить. Они уже бегают, они уже шагают, еще пока не говорят, но очень такие милые, нежные. Мартин похож на Филипп, копия, а девочка, говорят, похож на меня, но тоже такая Виктория, а тоже такая хорошая девочка, хорошие детки, они спокойные. Когда они были маленькие, я ждал, чтобы услышал, как плачут. Нет, ни тот, ни другой. О том, что род Киркоровых будет продолжен, Бедрос не подозревал до самого финала. Счастливую новость ему сообщил вовсе не сын, а знакомый журналист. Поздравляем, вы дедушка. Я говорю, как, хватит шутить. Говорит, как, не знаешь. Только что Филипп получал золотой граммофон и объявил, что он только сегодня родился у него дочкой. В звездной тусовке сегодня ходят упорные слухи. Пугачева и Галкин обратились к услугам суррогатной матери, чтобы быть не хуже Киркорова. Алла Борисовна заморозила примерно 11, по-моему, лет назад свои яйцеклетки. Это действительно возможно. И это делается. И делается на Западе уже достаточно давно. Даже в нашей стране, по-моему, уже лет 8, как это делается. И потом тогда, собственно, возраст уже не играет никакого значения, не имеет. Алла Пугачева, по словам ближайших знакомых семьи, пыталась пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения еще в браке с Филиппом Киркоровым. Но все попытки выносить ребенка закончились неудачно. А вот замороженные яйцеклетки остались и пригодились уже с новым супругом. Просто подожди, скоро ты меня согреешь, и отдаю я. Оглянуться не успеешь, ты уже моя. В современной России диагноз бесплодие ставит 13% семейных пар. Для них единственная возможность стать родителями – это процедура ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение – технология, при которой яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют в пробирке. Эмбрион содержит в условиях инкубатора, где он развивается в течение нескольких дней, после чего вживляют будущей матери. Но ведь ребенка надо еще и выносить. Если это невозможно, остается последний шанс – суррогатное материнство. Кто же они? Женщины, готовые родить за деньги. Почему они на это идут? У специалистов есть обобщенный портрет российской суррогатной матери. Эта женщина из средней полосы России, как правило, из небольших городов или там сел, возраста где-то порядка 27-28 лет, имеющая одного или двух детей, которая в основном хочет получить определенную компенсацию на то, чтобы улучшить свои жилищные условия. А вот и одна из таких женщин. Наталья согласилась стать суррогатной матерью как раз для того, чтобы решить квартирный вопрос. Я муж, двое детей, еще мои родители. Хоть и в трехкомнатной квартире, но все равно тесновато. Хотели просто разменять, чтобы родителям была квартира, но нам тоже. Муж поначалу был против, рассказывает Наталья. Потом подумал и согласился. Все-таки деньги немалые. Кстати, с заказчиками они так ни разу и не увиделись. Все вопросы решала фирма-посредник. Я не знаю, для кого я выношила ребенка. Мне так спокойнее, так проще. Я просто приняла, выносила и все. То есть на этом все, моя миссия закончилась. Наталья уверяет, желание подзаработать было не единственным мотивом ее решения. Суррогатной матери хотелось помочь людям. Да, я просто ношу чужого ребенка, потому что там и энциклетка не моя, и сперматозоиды, соответственно, тоже не моего супруга. Это, я считаю, очень благое дело. И я зарабатываю на этом тоже средства, чтобы своих детей обеспечить. Казалось бы, вполне гармоничная картинка. Суррогатная мать делает благое дело, бесплодные родители счастливы. Давайте посмотрим на карту. Индия, Армения, Киргизия, Казахстан. Вот некоторые страны, где суррогатное материнство поощряется законом. Но вот какая странная деталь. В Австрии, Польше, Италии и Эстонии оно запрещено. В Германии врач, пересадивший женщине чужой эмбрион, подлежит уголовной ответственности. Откуда такие противоречия? Все страны, которые были под оккупацией Германии, или были сами участниками гитлеровской коалиции, Италия, где была такая наука Евгеника, эти страны надолго получили прививку против манипуляций с геномом человека. Питерский депутат Виталий Милонов, один из самых непримиримых противников суррогатного материнства, уверен. Евгеника или учение о селекции применительных человеку опасный пуск, который может завести слишком далеко. Мало ли какие фантазии придут в голову заказчику потомства, не говоря уже о моральном аспекте самой сделки. Деньги, которые получают суррогатные матери, безусловно заглушают естественную человеческую боль материнскую. Они не дают облегчения в результате. И после того, как деньги потрачены, а легкие деньги всегда тратятся быстро, наступает чувство, которое ни с чем не сравнить. Чувство, что ты продала своего ребенка. Речь идет о, в первую очередь, если мы будем называть вещи своими именами, эксплуатации. Эксплуатации, опять-таки, бедных богатыми. Вряд ли найдутся такие благотворители, такие женщины, которые таким образом занимаются благотворителем, и дарят счастье неким бездетным семьям, отдавая 9 месяцев своей жизни, жизни вообще своей утробы, ну, как будто в подарок из сожаления, из какой-то сострадания. Это рынок, это торговля, это новый рыночный сектор. Найти суррогатную мать несложно. Интернет и печатные СМИ пестрят подобными объявлениями. В специальных фирмах, организующих ребенка под ключ, уверяют, это вовсе не так рискованно, как многим кажется. И совсем не так дорого. В семейной паре процедура эко-суррогатной мамой до результата, до рождения ребенка, наверное, обойдется в стоимость, сопоставимую со стоимостью европейского автомобиля среднего класса. Программа суррогатного материнства может уложиться при благоприятном стечении обстоятельств где-то примерно в миллион двести тысяч рублей. То есть это не фантастическая сумма. Тем не менее, эта сумма вполне может серьезно увеличиться в процессе. Эффективность эко составляет 35-40%. Это значит, что может понадобиться 5, 10 и более попыток. Разумеется, все их придется оплатить. Добавьте сюда анализы и обследование суррогатной матери, расходы на ее питание и поддержание здоровья. И еще один немаловажный пункт услуги фирмы-посредника. Общая стоимость программы суррогатного материнства составляет примерно до 2 миллионов рублей. Предположим, деньги потрачены не зря. Эмбрион благополучно развивается в теле суррогатной матери. Но говорить о том, что у ребенка двое биологических родителей, можно с большой натяжкой. Есть так называемые эпигенетические воздействия. То есть они как бы, так сказать, не связаны уже с геномом. Они связаны с окружающей средой, с теми процессами, которые происходят в процессе нахождения ребенка в материнскую трубу. Вот то, что называется в учебнике генетики материнский эффект. Проще говоря, ребенок, выношенный суррогатной матерью, имеет не двух, а трех родителей. Конечно, надо считать трое или два с половиной, сколько там. Нельзя, нельзя, конечно, суррогатную мать скидывать со счетов. Никак. Как проявится этот неизученный до конца материнский эффект в дальнейшем, можно только догадываться. Сюрпризы генетики – вещь непредсказуемая. Однако, существуют и другие риски. Я просто помогаю людям выносить их собственного ребенка. Если они по медицинским показаниям этого сделать не могут. Суррогатная мать Наталья уверяет, никаких теплых чувств к эмбриону, которого она выносила, у нее нет и не было. Но если женщина не лукавит, это означает, что пострадавшей стороной следует считать именно ребенка. Моя жена, например, слушает Моцарта, когда она беременна. И это отражается как-то на развитии человека. А мы говорим, что нет, это ничего не значит. Это некий инкубатор, биоконтейнеры. Ее задача – высидеть, как курица на сетке. Это яйцо. И все. И потом с глаз, с доволью сердце вон. Ребеночек, он связан всеми нитями и физически, и духовно со своей матерью. Идет тут постоянно духовный обмен. Поэтому все, что чувствует, все, что испытывает, переживает мать в этот период 9 месяцев, абсолютно все это испытывает и переживает и ребенок. Именно эта постоянная сосредоточенность на своей беременности, взаимодействие с малышом и любовь, активно участвуют в формировании психики младенца. Суррогатная мама вынуждена отторгать эту доминанту. То есть самое главное, что создано организмом, вот этот вот мощный комок любви, вот этот источник сосредоточия всех ее чувств, как бы отстраняется от ее личности. Вы представляете, что это такое? Наталья отдала ребенка посреднику сразу после рода. Женщина не захотела даже взять новорожденного на руки. Да, я даже не держала ребенка. Я изначально уже была настроена, что это не мой ребенок. Я психологически к этому, естественно, готовилась. Меня просто сразу забрали ребенка, я его даже не видела. Самое главное, что должно произойти при рождении, это контакт между матерью, которая родила этого ребенка, и вот только-только сделавшим первый крик ребенком по условиям контракта этого не происходит. он рождается и оказывается в пустоте. То есть сначала получив жесточайший медикаментозный стресс в виде гормональной терапии, он получает при рождении при первом вздохе новый стресс. Он не видит маму. Но что, если вынашивание идет психологически правильно? Суррогатная мать привязывается к будущему ребенку, разговаривает с еще нерожденным малышом и поет ему колыбельные. Тут возникает опасность для заказчиков. Суррогатная мать может просто не отдать новорожденного. Не может женщина нормальная с нормальной психикой, с материнским инстинктом нормальным противостоять этому инстинкту. Если бы мы научились противостоять инстинктам нашим, мы давно уже вымерли, наверное, и дети бы не рождались. Одни из первых вопросов, какие нам задают биологические родители, а что будет, если суррогатная мама оставит ребенка себе? Вот я, как юрист, тоже могу сказать, что она абсолютно имеет полное право по законодательству оставить этого ребенка себе. Судьба новорожденного ребенка зависит от воли суррогатной матери, которую она должна высказать в течение трех первых дней его жизни. Так говорит российский закон. Украинский, для сравнения, считает эмбрион с момента его формирования собственностью генетических родителей. Бытует мнение, что суррогатная мать очень часто оставляет ребенка себе. На самом деле необходимо сказать, что такие случаи крайне редки. Почему? Потому что суррогатная мать, вступая в данную программу, имеет достаточно сильную мотивацию. Прежде всего, финансового плана. Идею суррогатного материнства поддерживают обеспеченные люди и звезды шоу-бизнеса. Если люди решили быть вместе, они все должны делать для того, чтобы они были счастливы. Любыми путями надо спасать свое счастье. А если это можно сделать реально, цивилизованно, здесь и спасать ничего не надо. И обратите внимание, это было сделано для того, чтобы представить суррогатные материнства не просто как норма, а как новейшее, самое модное, продвинутое направление. По мнению Ольги Четвериковой, чрезмерное рекламирование суррогатного материнства может дать далеко не лучший эффект. Звезда Голливуда Николь Кидман родила своего первенца сама. Почему же следующего ребенка она заказала суррогатной матери? Я совершенно не поддерживаю тех женщин, которые просто прибегают к суррогатному материнству из соображения поберечь свою фигуру, не растянуть свою грудь кормлениями и так далее. Я считаю, что это неправильно и в этом смысле, мне кажется, ощущение того, что это твой ребенок, оно немножко притупляется. Западные СМИ сообщают, в Индии появилась настоящая фабрика суррогатного материнства. Там неимущие женщины вынашивают и рожают детей для более обеспеченных жительниц страны. Между тем, в западных странах пытаются узаконить опыты по генной инженерии. Недавно объявили, что в Англии производят детей от трех родителей, от ген трех родителей. Почему это не просто уже суррогатный материнство, а это вещи запредельные, потому что берется яйцеклетка женщины нездоровой и больной, оплодотворяется, оплодотворенный ядрок вставляется в яйцеклетку другой женщины со здоровыми метахондрами. Вот. И что после этого мы получаем? Какими будут следующие шаги в этом направлении? Заказывать генетикам полбудущего ребенка? Получать потомство от четырех, пяти или десяти родителей? Лично я не сомневаюсь, что однажды созданное генное программирование рано или поздно выйдет из стен секретных лабораторий и станет коммерчески успешным проектом. Вопрос только в том, когда это произойдет? Смотрите далее. экстрасенсы ведут расследование. Как они делают это не по телевизору, а в реальной жизни? Мы начинаем вращать просто в волевом усилии, потом вот так и все, и фрагмент. И можно ли им доверять? Экстрасенсы для меня это все-таки сотрудники некой такой тайной либо черной полиции. Ангелы в нашей жизни. Правда ли, что они существуют? Такие хорошие детки двух-трех лет по возрасту с крылышками. это агентство специальных расследований и я Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. меня тянет сюда. Я прямо чувствую могильный холод. Сейчас мы узнаем, как это произошло. Посмотрим магический кристалл. Я уже вижу в нем убийцу. Все эти спецэффекты, растиражированные телеканалами дают людям надежду. Если правоохранительные органы бессильны, можно обратиться к экстрасенсам. Уж они точно разыщат обидчика, пропавшую вещь, словом, решат все проблемы. Так ли это на самом деле? Говорят, практически у каждого следователя в арсенале есть команда людей со сверхспособностями. И когда расследование заходит в тупик, экстрасенсы спешат на помощь. Правоохранительные органы привлекают в определенных случаях людей, обладающих экстрасенсорными способностями, контактеров так называемых. И они довольно часто помогают. Но на Петровке утверждают, все происходит с точностью до наоборот. Полиция не обращается к экстрасенсам. Разыскивает их самих за совершенные преступления. Нашими сотрудниками в конце лета этого года была задержана преступная группа, которая под предлогом оказания парапсихологической помощи и ясновидения занималась хищением денежных средств у граждан. Победитель известного шоу экстрасенсов Александр Литвин утверждает, недавно ему звонили с той самой Петровки. Знакомый следователь по-товарищески попросил помочь составить фоторобот предполагаемого преступника. При этом меня же приглашают неофициально, как правило. Я собрал 12 фотографий из интернета похожих людей. Прямо вот в одну линеечку их выстроил. Примерно один возраст, один типаж. Я говорю, вот это лицо. И там один из оперативников так посмотрел, говорит, слушай, похоже, я его знаю. И все. И дальше дело пошло двигаться вперед. Это в виде определенной информации, картинок, понимания, знания. Ведь информация приходит, ну, так же, как и в жизни. Понимаете, для вас это такое опосредованное ощущение. Для меня они дифференцированы и очень тонкие могут быть. Я задаю себе тот вопрос, на который хочу получить ответ. и ищу этот ответ в виде информации, которая поступает для меня. Почему же полицейские неохотно признаются в сотрудничестве с экстрасенсами? И главное, есть ли результат у такого сотрудничества? Экстрасенсы для меня это все-таки сотрудники некой такой тайной либо черной полиции. Вот они обращаются к ним, потому что утопающий, как я уже сказал, действительно хватается за соломинку. А я слышал, что иногда помогает. Во время съемок в сериале «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин работал в следственной группе на Литейном. Наблюдал за тем, как полицейские раскрывают уголовные дела. По отделу ходили слухи, что экстрасенсы иногда помогают правоохранительным органам. В тупиковых ситуациях, убежден Селин, необходимо выслушать все мнения. Я верю в то, что мысли материальны, в то, что существует некий разум, о котором мы не знаем и не догадываемся. Отдельно, как-то, чуть-чуть, мы тоже сталкиваемся с ним, но до конца не понимаем. В 2005 году саратовские газеты писали о маньяке, который орудует в городе. Поздними вечерами кто-то нападал на одиноких женщин, грабил и убивал. Орудием преступления всегда был кухонный нож. За любую информацию об убийце власти города предлагали немалое вознаграждение. Полиция Саратова работала в усиленном режиме. Наряды прочесывали город. И вот в кабинете следователя Юрия Комлева раздался телефонный звонок. Женщина на другом конце провода представилась экстрасенсом Людмилой и сообщила, чтобы вычислить убийцу, необходимо взглянуть на вещи жертв. О вознаграждении речь не шла. К нам экстрасенс в команду попала благодаря тому, что проявила инициативу. Следователь сначала сомневался, стоит ли приглашать экстрасенса. Но потом решил, в оперативных действиях, как на войне, все средства хороши. Вечером того же дня вещи одной из убитых женщин разложили прямо на столе у Комлева. Там было кольцо, были женские часы, кроме того, была верхняя одежда опачкана кровью, уже подсохшей. И экстрасенс, как бы глядя на эти вещи, выдавала информацию о том, что видит ранее эту женщину в кухонном помещении, видит ее на фоне большой раковины с посудой, которую необходимо перемыть. Мне дали маленькие такие часики на металлическом браслете. Я их взяла в руку, попросила отойти от меня всех, чтобы информация шла только отсюда. И стала смотреть. И мне показали образ женщины худенькой, маленькой, темноволосой, где она работает. То есть приметы такие, что мне показали как будто этот зал официанткой она была. Рядом с местом, где обнаружили тело, действительно находилось небольшое кафе. Сотрудники опознали в погибшей официантку. С этого времени экстрасенс Людмила Зубкова участвовала во всех следственных действиях. Ну вот, Людмила Анатольевна, есть тот самый гараж, где был обнаружен первый труп женщины, личность которой мы опознали при, так сказать, вашей помощи. Она как раз являлась той женщиной, которая работала в кафе, расположенном в торговом центре, официанткой. Вот, вы, так сказать, правильно указали, что видите около грязной посуды. Во время осмотра улик с мест преступлений Людмила Зубкова не раз говорила, убийцу надо искать под мостом. Но мостов в Саратове больше десяти. Тогда было решено составить фоторобот преступника. Вначале я составила словесный портрет, дала описание лица этого человека, а когда фоторобот стали смотреть на экране, то есть подбирать глаза, уши, брови, расстояние между глаз, там вот рот, подбородок, все, щетина даже, вот все, что вот шло мне, мне показывает образ человека, которого как бы я когда-то видела, вот похожего на него. В результате убийцу нашли. И действительно под мостом. Там он жил вместе с двумя подельниками. Сейчас преступники отбывают длительные сроки в колонии строгого режима. Украинский город Горловка. Здесь зимой 2013 года пропала девочка. Ей было 9 лет. Говорили, что она ушла с незнакомым мужчиной. Родственники в тот же день обратились к экстрасенсам. Пока экстрасенсы с рамками и маятниками ходили вокруг дома пропавшего ребенка, личный состав милиции прочесывал окрестности. Вечером 3 января тело было обнаружено на полигоне бытовых отходов. Ребенок был найден раздетый, только с одними джинсами. Вот все остальное удушили, чтобы не было. А сама ребенка удушили и насиливали. Родственники Мирославы заплатили крупную сумму участнице известного телевизионного проекта, которое обещало вычислить убийцу. Ободрали людей на деньги, да и все. На самом деле ничего, они ничего даже нам путнего не сказали. То есть то, что информацию мы давали на сайтах приблизительно, что да, вот так оно и было. То есть да, милиция на правильном пути. Почему же знаменитые экстрасенсы, которые являли подлинные чудеса проницательности в телепрограмме, до сих пор не могут даже просто описать убийцу? Здесь недостаточно данных для реального поиска, недостаточно данных для идентификации человека. Во-первых, нет его характеристик физиологических, то есть нет его фоторобота. Вот. Это минус. То есть мы не знаем, кого искать. Мы знаем, что он там злой, веселый и развелся. Таких вагон и маленькая тележка. Выходит, в одном случае экстрасенс смог оказать реальную помощь следствию, причем бесплатно. В другом родственники жертвы выложили последние сбережения и не получили никакого результата. Чего не хватило экстрасенсу, чтобы выйти на след убийцы? Все дело в личных способностях самого ясновидящего или, может быть, в их отсутствии? Полицейский Илья Краснов рассказывает, тактика специальную подготовку у него в университете вел знаменитый полковник в отставке Александр Иванов. Легендарный сыщик учил студентов, как использовать руки в качестве биолокатора. Вот он проходит, например, по его аудитории, руки выставит и смотрит, где положитель на этом поле, где отрицательно находится. Например, человек сидит на положительном пересаже, человек лучше становится. Он более начинает после физкультуры как-то быстрее восстанавливаться. Илья был на курсе одним из лучших. Когда он начал работать участковым, случай для применения необычных оперативных методов не заставил себя долго ждать. Во время ежедневного обхода территории Илья встретил молодую пару, которая спешила в полицию. Подходит парень, он такой, уже почти плачет, с ним была девушка беременная, говорит, знаете, у меня беда. Она спрашивает, что могу помочь? Вот, у меня, говорит, вчера мать пропала. Дальнейшее сложно объяснить логическими доводами. Но внезапно участковый ясно увидел погибшую женщину и ее убийцу. Правда, сразу говорить о своих догадках не стал. Когда-нибудь видели бензиновое пятно в луже? Вот оно, вот оно такое вот. Сначала такая картина, потом это начинает вращать просто волевым усилием, потом он вот так и все, и фрагмент, и конкретный фрагмент. Илья Краснов вспомнил. На днях он заходил к оперативникам и случайно увидел на столе фотографии с места преступления. Я ему говорю, этот человек один и тот же, и его убил очень близкий, возможно, он не уверен. Я не уверен, потому что слишком странно. Что это родственник? Краснов оказался прав. Через несколько дней из Петровки позвонили с благодарностью. Убийцу задержали по горячим следам. Им оказался старший сын жертвы. А вот в родном отделении к этому случаю отнеслись по-другому. Начальник вызвал Краснова на ковер для жесткого разговора. Я вот слышу, ты там что-то сделал. И до еще, это было до того, как мне сказали, что я пара, он говорит, ты, во-первых, там ошибся, и говорят, что ты там какое-то там что-то там делал такое, и давай, кончай с этим. Потому что если ты будешь заниматься им дальше, говорит, я тебя к психиатру отправлю. Так понятно. Гнев полицейского начальства понятен. Ясновидение к делу не пришьешь. А если экстрасенс в погонах просто угадал? Если я, допустим, ошибаюсь и начинаю напрягать в этом плане человека добропорядочного, я могу получить серьезное взыскание за превышение своих полномочий. Поэтому в какой-то степени это определенный риск, и вот этот риск настраивать на определенный драйв. Александр Литвин много лет проработал на таможне. На его счету тонны задержанной контрабанды и наркотиков без превышения полномочий. Только на интуиции. Интуиция – это способ аналитики с точки зрения современной науки пока еще не доказаны в принципе. Интуиция – постижение истины без логического анализа. Именно поэтому иногда экстрасенсы могут помочь следствию, а иногда они бессильны. И не всегда контактеры помогают, потому что они дают только общее направление, где искать. Они не могут конкретно сказать, что Иванов Иван Иванович вот это убил там или украл или еще что-то. Они показывают направление, куда можно двигаться следствием. Я лично знаком со многими ветеранами сыскного дела и уверен, они могут рассказать, кто убил, почему, описать преступника не хуже, а порой лучше, чем знаменитые экстрасенсы. Просто у полицейских умение восстановить картину преступления до мельчайших деталей называется не ясновидением, а профессионализмом. В самом деле, если бы экстрасенсы действительно были способны вести расследование, все преступники давно бы сидели в тюрьмах. Смотрите далее. Кто такие ангелы? Я увидела силуэт лесящего ангела. По-другому сказать невозможно. Живут ли они среди людей? Нельзя все время надеяться на то, что тебя он будет спасать. И что думает по этому поводу наука? Если человек по дороге на работу в метро видит ангела, это значит, что ему не хватает кислорода. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Человеку, который утверждал «я видел ангела», раньше могли как минимум не поверить. Но теперь все изменилось и виной тому скачок в развитии видеотехники. Камеры окружают нас повсюду и все чаще благодаря им мы получаем загадочные фото и видеодокументы. На них светящиеся фигуры очертаниями, напоминающие людей с крыльями. Что это? Иллюзии оптики или все же ангелы существуют на самом деле? Эти кадры сняты мобильным телефоном. Два светящихся шара всплывают в небо и на наших глазах обретают очертания фигур. Что это? Оптическая иллюзия? Вряд ли. Читает Инга Смирнова из Калининградской области. Ведь два года назад она сама сделала подобный кадр. Я увидела силуэт летящего ангела. По-другому сказать невозможно. Именно силуэт ангела, который парил, летел над куполом церкви. Снимок сделан случайно. Инга давно увлекается фотографией. И когда в октябре 2011 года она увидела из окна необычный закат, тут же взяла камеру и вышла из дома. То, что я увидела, конечно же, меня просто потрясло. В душе поднялось такое волнение знать, думаешь, боже, неужели это может быть? Но вот это вот есть, это было, я это видела. Среди верующих Багратионовска событие стало новостью номер один. Одни считают, что это на счастье, на удачу и место богословенное. Другие считают, что нам нужно многому учиться и нужно работать над собой, над своей душой. Кто-то считает, что это личное мое презвенное миновение. Но нашлись и скептики. Те, кто объяснил появление уникального снимка солнечным бликом или ошибкой оптики. Правда, никто так и не смог объяснить другого. ровно за 10 лет до Инги Смирновой в этом же месте такую же фотографию сделал еще один человек. Я прочитал о подобном явлении жительницы города Багратионовска. Был сделан снимок этого храма. Значит, здесь тоже такое же вроде как явление. Я когда дома стал сравнивать свой фотоснимок с этим, но оказалось, что это практически одно и то же изображение. Мне стало интересно и показывал родственникам, знакомым. Олег Евдокимов в октябре 2001 года отщелкал целую пленку. Проявлять кадры начал через месяц и был изумлен. Когда выбил ракурс, я смотрел, чтобы мне не мешали ни ветки, ни провода, ни какие-то посторонние предметы, и облачность, чтобы не закрывала куполов и крестов. И вот, практически я не видел ничего, только увидел все это, когда был уже отпечатан фотосним. И Олег Евдокимов, и Инга Смирнова уверены, ангел явно возвращается сюда неспроста. Ведь храм построен на холме, где наши солдаты сражались с армиями Наполеона, Вильгельма II, Гитлера. Это место святое, не может быть не святым местом, где погибло громадное количество людей ради счастья будущих поколений. Здесь гибли и русские, и поляки, и чехи, и словаки, и немцы. У нас произошел стык эпох, стык культур, стык времен. Оно всегда является, ну, каким-то, можно сказать, порталом в какой-то другой мир. Ходят слухи, что ангелов в небе над Багратионовском и прежде видели десятки людей. Но фото или видео никому из них сделать не удалось. А просто рассказы наука интерпретирует однозначно. Образ ангела человеку может приходить или как иллюзия, то есть что-то очертание напоминает его представление об ангеле, облако какое-то, или как, может быть, обман восприятия, как даже галлюцинация. Так кого или что запечатлели фотокамеры наших героев? Ведь объективных критериев оценки ангела не существует. Растиражированное представление об ангеле как о человекоподобном существе с крыльями оказывается не более чем в штамп. Наши далекие предки изображали ангелов по-другому. Наскальные рисунки, древние манускрипты, прочие артефакты везде можно встретить ангелоподобные образы. Если мы возьмем древние изображения этих ангелов более древние 2000 лет назад, это просто люди, ну да, это больше взрослые люди, могут к ним быть прорисованы крылья, а где-то есть просто даже без крыльев изображение. Древние египтяне изображали богов и ангелов внушительными фигурами, рядом с которыми даже фараоны выглядели небольшими, а простые люди и вовсе терялись. Ангел в виде крылатого младенца появился сравнительно недавно, в средние века. Вот смотрела на картины, допустим, Рафаэля, Геннадо да Винчи. Такие хорошие детки, двух-трех лет, по возрасту, с крылышками, такие милые, ну, ангелочки. Наши современники трактуют образ ангела Ши. По мнению парапсихолога Светланы Качевской, небесные посланники состоят из чистой энергии и при необходимости принимают разные формы. На самом деле ангел это очень красивое световое одеяние, но человек так устроен, что ему хочется все видеть в том виде, как он привык видеть, понимаете? Если это яблоко, он должен видеть яблоко, если он видит картину, это должно быть подобно картине. Поэтому он имеет форму тела человека, потому что так будет легче воспринять его знания, информацию, подсказки. Певец Алексей Глызин уверен, в его жизни ангелы сыграли большую роль. Взять хотя бы историю создания знаменитого хита. Песня «Ты не ангел» появилась в репертуаре артиста в момент, когда он покинул группу «Веселые ребята» и находился в творческом поиске. Композиция быстро стала популярной и помогла Глызину определить свое амплуа на много лет вперед. Что касается ангела-хранителя, то есть нельзя все время надеяться на то, что тебя он будет спасать. человек все-таки думает о том, что он действительно человек, а не скотина, то ангел будет присутствовать, как мне кажется. Алексей Глызин не раз приходил к мысли, что его кто-то оберегает. Кроме того, он верит, что ангелами-хранителями порой становятся близкие нам люди, покинувшие этот мир. Им всегда являлась моя мама. Я просто в этом уверен. И сейчас, когда уже ее нет, она мне все равно помогает. Я всегда с ней советуюсь. И когда я прихожу на кладбище, я всегда рассказываю о том, что происходило, о том, что происходит. В августе 1921 года 14-летнему сыну известного писателя Леонида Андреева во время прогулки было необычное видение. На его глазах над московским Кремлем возник Кремль Небесный. Позже Даниилу Андрееву, так звали подростка, в церкви несколько раз являлся Серафим Саровский. Все эти видения положили начало опыту постижения иной реальности. Так появилось знаменитое мистическое учение Даниила Андреева, описанное в его труде «Роза мира». В параллельных мирах Даниила Андреева ангелам уделено большое место. У Андреева есть два, если можно так сказать, вида ангельских существ. Один вид – это ангелы-хранители и ангелы-творцы материальностей. Это второй вид ангелов. И творцов материальности не только нашего мира, но и миров, которые находятся иерархически выше нашего. Мистическое учение Андреева, как ни странно, созвучно выводам современных ученых. Есть теория, что ангелы на самом деле реальные люди. Просто принадлежали они другой цивилизации, более древней и развитой, чем наша. Мы находим реальные следы высокотехнологичной цивилизации в глубокой древности. Следы эти не могли взяться из воздуха и вообще просто появиться ниоткуда. То есть их кто-то оставил. Понятно, что в глазах примитивных людей представители такой цивилизации выглядели богами или посланниками богов. На этой фотографии город, расположившийся прямо на облаке посреди звездного скопления. Снимок сделан 26 декабря 1994 года американским космическим телескопом Хаббл. Кадры случайно попали в интернет и сразу стали сенсацией. Обитель Бога, небесный город, город ангелов, каких только названий не давали изображениям. Но правды мы не узнаем никогда. Она засекречена американским правительством. Похожие секреты хранят и советские исследователи космоса. 1985 год. Экипаж станции Салют-7 выполнял плановые задания. Внезапно станцию покрыл оранжевый туман. За ним последовала яркая вспышка света. После чего все члены экипажа увидели за иллюминатором семь огромных фигур. Даже сейчас, спустя много лет, члены того экипажа предпочитают не распространяться об увиденном. Я думаю, что это были какие-то оптические иллюзорные обманы, потому что космонавты видят неопознанные летающие объекты, летающие тарелки, а потом это оказывались контейнеры для мусора, космический мусор, все что угодно. Космонавтов после возвращения проверили на наличие психологических расстройств. И хотя отклонений обнаружено не было, объясняют давнюю историю вполне однозначно. Это был 155-й день полета. Эта группа была уже не только подобрана, но уже исполочена совместным полетом, так что мысли они примерно одинаковые. Испытывали одни и те же физические воздействия. То есть это или состояние невесомости, или переизбыток, или недостаток в снабжении головного мозга кислородом. И в силу этого у них могли начаться подобные одинаковые состояния, состояние изменения сознания. По мнению психиатра Александра Теслера, нечто подобное может происходить в переполненной церкви во время службы или в общественном транспорте в час пик. Я знаю массу верующих людей абсолютно адекватных, но если человек по дороге на работу в метро видит ангел, это значит, что ему не хватает кислорода, очень много народа едет на работу. Как же объяснить случаи, когда человек слышит подсказки от ангелов, разговаривает с ними, видит их во сне и наяву, как, например, Светлана Качевская? У тебя за спиной появились огромные крылья, потому что стоит ангел твой. Просто реальный. Причем крылья огромнейшие. Цветы серебристо-белые. очень красивые. Потому что, во-первых, сегодня еще у нас понедельник. Если человек видит за спиной ангела-хранителя, это уже не экстрасенсорика, я думаю, это скорее может быть приведение себя в состояние, в котором ты можешь увидеть ангела за спиной любого человека. пока однозначного объяснения этого явления с точки зрения науки нет. Единственное, что можно констатировать, в последние годы свидетельств о контактах с ангелами становится все больше и больше. Будем надеяться, что со временем не дается достаточно фактов, и мы, наконец, сможем понять, что означают эти загадочные явления. Это было агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе Высоцкий и КГБ Мог ли гумир миллионов работать на комитет? Он пользовался такими широкими правами, каким не обладал ни один советский гражданин. Где спрятана бриллиантовая брошь Жукова? Первое интервью дочери легендарного маршала. Вот в этих лучах звезды такие крупные бриллианты. И главный болгарский бренд. Кто разрутил Бабу Вангу? И шейхи были, и английские банкиры, ну там со всего мира к ней народ съезжался. Бабу Howard Bay Продолжение следует...